Мы из Харциска сами родом. Нас сюда привезли по приглашению Алексея Талая, Оля Волкова привезла. Вот это не группа, а дельфины. Вот нас Оля подключила к нему, она услышала, что мы там живем. Ну и у нас сейчас тепло начинается, если не горячо, да. И вот она нас решила вывезти. Это тоже вот внучки мои сидят там как раз, да. Это второго сына детки. И вот она просто позвонила и предложила нам. Мы согласились, потому что действительно там начинается страшные дела. Хотя мы в тылу за Донецком считаемся. Самое любимое у нас – точки улетают, как к себе домой. За нами, ну не за нами, а там 7 километров, большая станция, вот эта теплостанция, она электричество выдает практически на Донецкую область. И вот они ее пытаются разбить. И вот уже при нас три полетело, и вот дочка осталась позвонила, говорит, еще две прилетало от точки. Они пытаются попасть, разбить ее. Ну у них цели – все это порушить, все это, ну без света остаться – это тоже страшно. Ну звук ужасный. Их сбивают пока, слава богу. Но все равно урона не приносят. Ну теплостанции незначительные, там в цех попало, загорелось, и там градильню немножко. А так, говорю, стараются сбивать. Ну страшно. И тем более они стараются почему-то по ночам. А вот когда ночью вот такого вот звука, грохот такой, просыпаешься, уже, конечно, недолго, долго приходишь в себя. Ну, это моя внучечка. Она сейчас, я оформила над ней опеку, только потому что в 14-м году, когда мама их вывезла, у нас тогда бомбежки сильные были, самолеты и все, ну тогда настоящая война была. Нас действительно истребляли. И вывезла их к родственникам, туда ближе к границе, к Успенке, думала, спрятались. А потом, когда назад ехали, их в машину расстреляли. И вот Дианка осталась в живых только одна, раненая. Мамочка ее прикрыла. Сами они все погибли. Сейчас началось, если не похуже. Если не похуже, и вот нас и вывезли. Так как Дианка потеряла всю семью. Фух. Маму, папу, бабушку вторую потеряла и сестричку старшую. На тот момент Дашеньке было Дианке 4, а Дашеньке было 14 лет. Ну вот, у них шансов не было выжить. Дианку мама, если бы не закрыла, кто его знает, что было бы. Как таковых свидетелей никого нет. Восстановить эту, как вот, ну там, солдат был украинский. Мы как ехали с родителями от родственников, как-то заблудились, мы свернули отброс. Там стоял военный, лежал военный, и как папа ему воды подал. Потом, когда он зашел в машину, сел, там начали стрелять. Звонил солдат первое время нам этот, украинский. Его передали, так как он Дианку уже на второй день решил отдать. Ей плохо стало после ранения, но кровь потеряла, все. И он решил ее отдать. Ну, ДНРовцам он ее отдал. Его забрали, отдали Красному Христу, передали. Это страшно, и, да, скорее хочется, чтобы это уже все закончилось. Беларусь нам очень нравится. Мы еще в 16-м году приезжали сюда, нас привозила, ну, от церкви, там, знакомые тоже. Они после войны очень опекали Дианку. Помощь мы получили от вас тоже. Так нас поддерживает очень Россия. За счет России вот лечится, реабилитируется. А вот теперь и Оля вот у нас нашлась. Мы вообще чувствуем все-таки, да, прям теплом обогрета. Вы знаете, хотя сейчас там у нас очень и очень страшно. Ой, ну, что сейчас творится, вы сами знаете, что мы сейчас враги чуть ли не для всего мира, а Украина нас ненавидит. Самое интересное, что сейчас мы во всем виноваты. Вот вы понимаете, вот во всем мы виноваты, потому что это из-за нас, из-за нас началось. Нас проклинают. И нас вот сколько унижали, гнобили, все. А теперь вот, понимаете, как мы почувствовали, хоть какой-то свет забрежет. Когда нас признали, во-первых, мы же как были никто и звали нас никак. И теперь вот, что нас признали, что как защищать стали. А так мы сами по себе. Судьба распорядилась так, что вот мне ребенка судьба дала. И вот я сейчас вот живу ради нее. Ну, вот видите, как гороха внуков насеялась, а слава богу, в военное время. Как-то вот жизнь идет, жизнь продолжается. Надеюсь, что, понимаете, у нас тоже будет все хорошо. Хотя у нас налаживается жизнь. Ну, все лучше, лучше медленно, трудно, но налаживается. Ну, вот сейчас живу только ради нее. Вот и наметила себе вот как вот. А она меня контролирует, да. Не разрешает ни плакать, ничего вот это. Она, конечно, заботливая девочка. Первый раз, когда все это было, это было немножечко как-то, знаете, тревожно. Как-то так ожидание такого, может быть, а вдруг что-то не получится. Но когда мы встретились и пообщались, мы же говорим на одном языке. Мы поняли, что нам просто нужно хорошо делать свою работу. И у нас это получилось. Для каждого ребенка составляется программа реабилитации. Она включает очень много аспектов. Это и лечебная физкультура, и водолечение, и аппаратная физиотерапия. Этого достаточно много. Но эта категория детей заслуживает особого внимания, потому что они очень нуждаются в психологической реабилитации. И у нас в учреждении этому уделяется очень большое внимание. И очень все достойно организовано. Я могу это, ну, с полной уверенностью сказать, потому что это все работает. И мы видим, что детям у нас становится очень хорошо. Иногда вот смотришь, чистое небо, солнце светит. Такая прекрасная мирная атмосфера. Даже не можешь на миг предположить, что может быть как-то по-другому быть. И когда встречаешься с этой категорией пациентов, понимаете, вот, ну, душа разрывается от того, что у них это не так. А ты этим пользуешься и даже не замечаешь. Все тебе во благо. Поэтому мы тоже исходим, и даже из этих позиций, понимаете, потому что отдай добро свое, милосердным будь к этим детям. Знаете что, может, даже надо и пожалеть, потому что они в этом нуждаются. И вы видите, что мы окружили их заботой и лаской. И вот они, наверное, даже и не понимают, что они в больнице находятся. Им просто здесь комфортно и хорошо. Они в доме, в хорошем доме, где их любят, заботятся о них. Ну и стараются сделать, конечно, то, что касается медицинских аспектов, все очень хорошо, достойно и в полном объеме. Мне очень нравится. У вас очень хорошая, скажем так, природа. И в данной местности, где мы находимся, очень честно, свежий воздух. Особенно, я бы отметила, мне очень нравится качество ваших продуктов. Просто замечательно. У меня два сына. Да. Да. И вот антаросы обирают конструктор. Да. Нормально, вроде бы, они себя чувствуют. Им нравится. Им нравится. Мы гуляли по лесу, мы спускались к озеру. То есть, все им нравится, процедуры нравятся. Они очень довольны. И очень доброжелательные люди. Очень такие добрые, отзывчивые, улыбчивые. На любой вопрос они отвечают с улыбкой, очень вежливые. Старшие пять с половиной, младшие два с половиной. Очень нравится. Здесь, вот этот городок, мы уже прошлись, там такие виды красивые, пофотографировались. Ну, в Минск еще не выезжали, но вот сегодня должны нас вывезти, показать уже саму Беларусь, так сказать. А тебе здесь нравится? Ну, отвечаю тебе. Нравится. Чем ты занимаешься и что тебе нравится? Я что нравится. Растерялась. Если все нравится, скажи, ей растерялась. Вообще, она любит поделки делать. Она каждый вечер у нас в комнате для поделок, каждый вечер делает какую-то поделку. Да? Нет. Не стесняйся, рассказывай. Да, да, да. Реабилитация ребенка, психологическая разгрузка от военных действий, которые у нас там происходят на нашей родине. Это две важные составляющие, причины, по которым мы здесь. То есть и реабилитация ребеночка, сына, и то, что у нас сейчас происходит. Очень тяжело находиться в такой обстановке. Причина уезда нашего. Мы сюда приехали коллективом по приглашению Алексея Талая, светлого, прекрасного, доброго человека, который, хочется сказать, о нем очень много. Это прекрасный человек, который дает нам заряд энергии не только своим посылом, но также и делами. Он привез нас сюда, дал возможность нашим деткам реабилитироваться, поправить здоровье, а также и нам, чтобы мы делом, чтобы мы разгрузились и почувствовали немножечко облегчение тех событий, которые у нас там происходят. Я приехала сюда без родителей. Они меня отправили. Ну, сначала я сам захотел. Первый раз я отказался, а потом не хотел это все слушать. И тетя Оля сказала, что можно поехать сюда. Ну, я, конечно, согласился. Там очень тяжелое положение. Дома нет воды, света, постоянные бомбежки, обстрелы. Не хочется, чтобы это на ребенке отражалось в первую очередь. Ну, и благодаря Алексею Талаю, который нас сюда позвал, мы вырвались сюда, в такую сказку, в такое прекрасное место. Мы очень благодарны им. Нам всего хватает. Единственное, только не хватает близких наших родных, там, родителей, мужа, который там остался. А так, все отлично, все замечательно. Мы уезжали. Какой-то период мы жили в Крыму. Пытались выезжать с ребенком. Мы пожили полтора года, но это очень тяжело. Когда ребенок больной, все тяжело финансово. Муж устроился там на работу. Я не работала в тот период, потому что он еще был маленький. И поэтому финансово мы не потянули его лечение, мы вернулись домой. Садись. Расскажи, как тебя зовут. Меня зовут Никита. Сколько тебе лет? Восемь уже. Хочется, чтобы наступила тишина и вернуться домой, потому что дома есть дома. Стены, как говорится, летят от всего. Такие люди, как Алексей, которые творят своими руками эту историю, на них нужно просто Богу молиться. Потому что мы с ним давно знакомы. В прошлом году он приехал ко мне в гости на десятилетие моей организации. Мы проехали с ним по всему Донбассу. Он сам лично задал вопросы всем людям. Как, что, чего. Мы приехали в Ясиноватую, а этот город очень сильно пострадал от войны. Прям вот очень. И люди, естественно, там уже изможденные, уставшиеся, раненые. А Алексей у нас такой товарищ, он очень живой, он мотиватор. Он старается своим примером доказывать, что нельзя сдаваться. Так вот он, общаясь с этими людьми, заплакал. Он сказал, что впервые в жизни мне нечего людям сказать. Он познакомился с детишками и с маленькими, и с взрослыми, и с инвалидами, и со здоровыми. У нас нет уже здоровых детей, у нас нет здоровых людей, потому что 8 лет длится война. Это адский кошмар, если честно, потому что, выходя на улицу, ты не знаешь, вернешься ты домой или не вернешься. И что будет дальше тебя ждать, тоже неизвестно. Поэтому мы настолько благодарны Белоруссии. Я так мечтала просто в мирной жизни показать детям Белоруссию. Я наполовину белорусская. Я здесь выросла, здесь прошло мое детство, у бабушки в деревне. Я так хотела своим детям это показать, эту культуру, это радушие, эту вкусную еду. Блин, у вас так все вкусно, реально. Вот те, кто моего возраста, с тех еще 70-х годов, те знают настоящий вкус масла, настоящий вкус молока. У вас молоко в пакетах киснет через 3 дня. У нас внутри месяца, блин, стоит и вообще, капец. Это, я не знаю, Илюша приехал, он не мог ждать нашей встречи. Он приехал практически на следующий день нашего приезда. Привез с собой сюда друзей своих. Мы так с ним как обнялись, мы не могли с ним расцепиться, потому что мы с третьего раза сюда попали в этот раз. Нам Россия запрещала из-за опасности на границе ехать сюда. С третьего раза мы сюда попали. Детей буквально вот так из подвалов доставали, потому как все живут в очень обстрелеваемых районах. В автобус забрасывали. Вот просто всех женщин, детей, беременных, здоровых детей, не разделяя, просто привезли максимальное количество. Девчонки из этого центра со мной на связи в течение года, когда все это началось, эти взрывы, они все это читают, звонят, плачут. Мы вас ждем, мы приехали сюда, нам организовали лечение, назначили процедуры. Они сели с своим коллективом и решили нам еще по четыре процедуры подарить каждому ребенку. Каждый день у нас расписан. Значит, мы встаем, все спят, дельфины идут на зарядку. Мы своим принципом не изменяем. Потом мы идем на процедуры. С девяти часов утра после вкусного завтрака все детишки разбегаются по процедурным кабинетам. И до двух часов дня у нас процедуры. После этого мы приходим, мы ложимся отдыхать, и тут начинаются звонки и приезды. К нам приезжают гости, ваши профсоюзы. Значит, сегодня мы едем в центр города, и для нас готовится какая-то концертная программа. И я так думаю, что не какая-то, и не просто концертная. Мы просто едем в Россотрудничество, и нас там ждут. Завтра мы думали остаться здесь, у нас запланирован день дружбы, знакомство с детишками белорусскими и концерт. Но нет. Ночью пришла информация, что нас вроде бы как зовут на хоккейный матч завтра. Что это предполагает, не знаю, но очень хочется. Самого главного человека в вашей республике, в вашей стране взять, обнять и сказать ему большое человеческое спасибо. Потом у нас в воскресенье выезд тоже в Минск. В общем, у нас расписано все по 9 число. На нас вышли патриоты Белоруссии. Они за нами присылают огромный автобус двухэтажный. У нас будет экскурсия обзорная по Минску. Потом какие-то они планируют тоже концерты, куда-то детишек везти. В общем, чтобы не терять и лечение, и развлечение, чтобы было. Каждый день перенаполнен эмоционально, какими-то программами, знакомствами, выездами. В общем, дети рады, счастливы. Вы все видели сами. Вы там только что были, они веселятся, им хорошо. Мой упал вчера, вот такой себе фингал набил, он даже не пискнул. Тут природа. Они носятся. Их никто ни в чем не ограничивает. Здесь столько игрушек. Здесь такие замечательные преподаватели. Продаватели, девочки, обслуживающий персонал забирают у нас вещи в стирку. Они приносят нам все выглаженное, вычищенное, сложное, как магазин. Ну вот из этих мелочей состоит вот эта наша любовная любовь. От нас к вам. С большой, огромной благодарностью. Потом мы репетируем флешмоб, который мы хотим подарить нашим братьям-белорусам. Потом мы репетируем песню, которую сегодня предлагаю вашему вниманию, как эксклюзив, которую мы переделали для Алексея Константиновича Талая и для нашей любимой Белоруссии. Нас встречает Беларусь, Алексей Талай наш друг. Все детфины в сборе. Другом я таким горжусь. Им гордится весь Донбасс в радости и в горе. Что нам снег, что нам зной, если мы большой семьей с Белоруссией родной. Что нам снег, что нам зной, если мы большой семьей с Белоруссией родной. Когда трудно одному или в дом пришла беда, Алексей, ты с нами. Ситуации любой подставляешь ты плечом, закрепляясь все делами. Что нам снег, что нам зной, если мы большой семьей с Белоруссией родной. Что нам снег, что нам зной, если мы большой семьей с Белоруссией родной.